Со времени своего основания, 1863 года, Международный комитет Красного Креста ведет деятельность по предоставлению защиты и помощи жертвам вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. Изначально организация сосредотачивала свои усилия на оказании помощи раненым солдатам. Время шло, сегодня она расширила свою деятельность, распространив ее на всех жертв разных жизненных сложностей и событий. Международный Красный Крест сейчас самое крупное гуманитарное сообщество мира, как и много лет назад является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защитить жизнь и достоинство людей. Важно, что все, кто хоть как-то причастен к работе этой организации, делают это искренне. Деятельность Красного Креста, направленная прежде всего на облегчение человеческих страданий, она не может не вызывать отклик ни у населения, ни у жителей, любой страны. Наверное, это помогает каким-то образом и снизить какую-то социальную напряженность, и вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, и заботится об инвалидах, и заботится о детях, и о бездомных и так далее. Поэтому тут такой широкий спектр благотворительной деятельности, который, мне кажется, вот поэтому он и находит отклик. С 8 мая по 1 июня в Брестской области прошел ежегодный месячник Красного Креста. В этом году его девиз «Про 100 помогаем». Активное участие в его проведении приняли все районы организации Белорусского общества Красного Креста. Его целью было привлечь еще больше внимания к деятельности организации, а также новые лица в ряды волонтеров. Накануне состоялось заседание, на котором присутствовали члены Президиума областной организации и председатели районных организаций Красного Креста. Они вместе подвели итоги проведенной работы. В ходе данного месячника большое количество мероприятий было посвящено 9 мая, Дню Победы Великой Отечественной Войны, в котором и волонтеры, и работники Красного Креста приняли активное участие. Также проходили мероприятия, связанные и с Днем медицинской сестры, который также отмечается в июне, Днем донора, который тоже проходит на территории всей нашей страны, он Международный день донора, и в котором Красный Крест взял на себя некую функцию для организации, оказания помощи тем, кто этим занимается. Мы тоже провели на территории области большое количество мероприятий. Хотелось бы отметить такие акции Красного Креста, как именно в праздновании столетия мы передали подарки нашим столетним юбилярам. Нельзя обесценивать ежечасную и ежедневную работу, которую десятилетиями проводят волонтеры Красного Креста, ведь без них самих его существование было бы просто невозможно. Волонтеры – это сердце нашей организации, и постоянно в наши ряды вливаются новые волонтеры, и мы им благодарны. Только благодаря волонтерам Красного Креста, людям, которые приходят и сами желают оказывать помощь, кому не чужда чужая боль. И вот благодаря этим людям Красный Крест оказывает огромную помощь людям. Мы бы без них не смогли охватить такое количество людей. Как и сто лет назад, сегодня волонтеры помогают в чрезвычайных ситуациях, оказывают медицинские и социальные услуги. И, конечно, в условиях коронавирусной пандемии их вклад неоценим. Была и создана группа волонтеров, которая работала по ковиду именно только. Это медицинский колледж. Также мы привлекали, и с нами было подписано соглашение на республиканском уровне между БРСМ, и мы также работали с волонтерами БРСМ. Все волонтеры, которые были задействованы в оказании помощи пожилым людям, распространение информационных материалов, они были застрахованы белорусским обществом Красного Креста от несчастных случаев и от коронавируса. Поэтому огромную работу проводили. Это доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и прочие услуги. Особенно вот когда зимой была эта вторая волна, ну, в общем-то, очень много болели, и медицинские учреждения не справлялись, наши волонтеры оказывали помощь в доставке рецептов пожилым людям. Все волонтеры Красного Креста уделяют много внимания и просветительской стороне работы организации. Важным элементом которой является просвещение маленьких детей, ведь они – будущее страны, и кому, как не им, продолжать эту добрую миссию. Очень много первичных организаций в школах. И хочется, чтобы вот эти дети, подрастающие поколения, понимали, что это надо, что вот эта гуманность, чтобы души были, как говорят, более добрые, наверное, детские, которых закладывалось. И просила директоров, чтобы они больше поддерживали своих председателей и первичек, потому что не всегда они знают, что у них в школах как бы это делается. Очень хотелось отметить активных волонтеров, тоже месячники Красного Креста. На заседании также обсуждались планы на будущее и пути их осуществления. Хотелось бы особенно отметить на то, что мы будем делать упор, это проведение совместно с системой образования, институтом развития образования, мастер-классов по психосоциальной поддержке, по мастер-классов по оказанию первой помощи. Мы видим, что этот сервис востребован, он интересен. Мы будем это развивать и, как говорится, наверное, вводить какие-то новые механизмы и методы для того, чтобы это было доступно как можно большему количеству наших граждан. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.